Чтобы визуально представить нашу модель, запустим снова на тех же самых переменах, потому что именно кластеризация по ним нас интересует. То, что мы создавали, это вспомогательные переменные. Ставим grouping stacking variable, сюда помещаем кластерную переменную, запускаем. И получаем действительно картинку, выражающую положительную регрессионную линию и отрицательную. Причем, если запустить описательную статистику, по кластерной переменной мы увидим, что к кластеру с положительной связью относятся две трети объектов с отрицательной треть объектов. Давайте рассмотрим, какими регрессионными линиями уже математически выражаются эти два кластера. Для этого я делаю сплит-файл по кластерной переменной и запускаю линейную регрессию. Опять же, на исходных переменных. Поскольку регрессия парная, здесь абсолютно не важно, что будет зависимым и что будет предиктором. Это кластер с выбросами, он пустой практически. А вот наши два кластера. Основной кластер выражает положительную линейную зависимость. И второй кластер менее наполненный, отрицательную, сильную, отрицательную линейную зависимость. Другими словами, для объектов в первом кластере характерно, что с ростом межличностного доверия растет и доверие политическое. Для второго кластера обратная картина. С ростом одного вида доверия падает другой вид доверия. Но может быть такой результат достигнут именно за счет того, что мы помогли модели найти эти два кластера. Графически эта помощь могла бы выражаться в том, что если бы мы не перекодировали, не создавали новые переменные, то может быть здесь бы образовался кластер, здесь, здесь, здесь. То есть на стыках четвертей. Давайте убедимся, что не могли образоваться кластеры на этих стыках. Продолжение следует...